Привет, друзья! Сегодня у меня с вами образовательная программа системы магазинов Планеты Зоу и канала Я и Мой Хвост. Я автор и ведущий Олег. Сегодня тема нашей передачи это кошка в домашней семье. И мы сегодня поговорим с вами о том, как сделать условия проживания кошки в квартире более естественными. Итак, поехали! Итак, друзья, в одной из моих передач я вам рассказывал о том, что такое кокеточка, как приучить к кокеточке. То есть эта передача была о умных спрейках. Вот здесь вот, если вы смотрите по стационарному компьютеру, там, где я показываю рукой, вы увидите ссылку на эту передачу. Поэтому именно на кокеточках и на приучении к кокеточкам я не буду останавливаться. Но вот в этой передаче я начал вам объяснять и сказал, что надо будет снять отдельную передачу, посвященную вот таким вот игровым комплексам. Вот здесь в домом магазине вы видеоряд уже видели, ассортимент очень обширный. И я вам сказал, что я остановлюсь более подробно. Итак, что же такое вот этот игровой комплекс? Помимо того, что это прекрасный предмет интерьера, это кошка, хоть она и называется, видовое родовое название, у нее кошка домашняя, она одомашненной никогда не оставалась и не будет оставаться. Это все-таки дикое животное. Когда вот начинают у нас возникать какие-то психологические, непсихологические проблемы у нашей кошки, например, она начинает грать где попало, да, или, например, она начинает драть у нас обои, или бегать по ковру, который у вас на стенке, подвешен к стенке, то мы можем сделать вывод какой-то, что кошка себя чувствует некомфортно. И вот в этом случае нам поможет вот такой вот игровой кошачий комплекс. Помимо того, что кошка может залазить, прыгать на него с одной полочки на другую полочку, вот здесь тут, видите, на этом конкретном игровом комплексе представлено здесь еще и жанночка такая есть, она может отдыхать, в трубе она может отдыхать, она может выходить вот через это отверстие, прыгать вот на эту трубочку. Тут же она может почесать свои коготочки, прыгать вниз и так далее. Вот здесь домик ниже находится, его не видно, он постульником находится. То есть, смотрите, вот кошка когда жила на улице, в деревне проживала, она с хозяевами ловила мышек, ловила птичек, лазила по деревьям и так далее. То есть, здесь вот, ну, именно для этого и создана кошка, для того, чтобы двигаться, каким-то образом охотиться и так далее. В квартире ей охотиться не на кого, двигаться, собственно говоря, негде. И вот здесь вот начинаются вот эти вот психологические проблемы. Именно решение этих проблем поможет вам, помогут потом, поможет вам этот игровой комплекс. Смотрите, помимо еще, помимо того, что проблем с движением у кошки не будет, граффити, точка и так далее. Как все хищники, кошка любит положение наверху. То есть, ну, замечали, да, и по рассказам, или ваша конкретная кошка, когда залазит на шкаф, она наблюдает все сверху и чувствует себя более комфортно. Я вам приводил пример, вот такой вот, все видели советский мультик Маугли, да, и там вот вожак стаи, вот Акерла, когда беседует со своими волками, он именно находится на возвышении на этой горке. Вот для комфортного проживания, для того, чтобы кошка чувствовала себя уверенно, она должна наблюдать все со стороны, то есть сверху. То есть положение хищника должно быть наверху. И в этом случае вам помогут также вот эти вот игровые комплексы. Что касается охоты, то есть, когда кошка жила в дереву, в частном доме, охотилась на мышей, охотилась на птичек и так далее, в квартире у нее таких условий, ну, нет. Поэтому, ну, вы должны уделять какое-то время, или ваш ребенок, играм с кошками. Что же находится у вас сегодня в зумроиндустрии в продаже? Какие вещи? Ну, начиная от вот таких вот маленьких мышечек, всяких разных шариков, светящихся, не светящихся, там, лазерные указки. Очень вот я заметил, что любят все кошатники, все кошки играть вот с такими вот палочками, с пельнями, с пуденцами, с ниточками всевозможными. Стоимость у них небольшая, поэтому приходите в магазин, покупайте. Также все животные, собаки, кошки, хорьки и так далее, они чистят свой желудок, получают какую-то витаминную подкормку именно вот из травки. И у вас есть такая прекрасная возможность сделать вот такой небольшой газончик непосредственно у себя в квартире. То есть в свободном доступе где-то, и кошка не будет у вас забираться на ваши подраконники, кушать ваши цветы и так далее. То есть специально сделайте, выращьте у себя дома вот такой вот мини-газончик. Так, семена продаются здесь со словом, и вам просто нужно будет засыпать, залить водичкой, и у вас появится вот такой вот газончик. Можете его поставить где-то на игровом комплексе, и кошечка будет и кушать, и получать витаминную добавку, и чистить свой кишечник таким образом. Также для прогулок с кушечками в магазине Планеты Зова, в системе магазинов Планеты Зова города Келера, вот здесь продаются такие специальные шлейки для выглуба, если вы боитесь, что у вас животное потеряется. Причем ассортимент достаточно широкий, цветовая гамма различная, как для маленьких котят, так и для больших кошек продаются такие предметы амуниции. Еще бы хотел вам рассказать о такой штуке, сейчас я вам картинку поднесу, чтобы было понятно, что это такое. Это такая лежаночка. Все мы знаем, что кошки любят место возле батарей, и для того, чтобы кошка себя чувствовала комфортно, и для того, чтобы выглядело это все, вписывалось в интерьер ваш, и это было удобно, и эргономично продается вот такая вот лежаночка, которая крепится непосредственно к системе отопления, к радиатору. То есть сверху вот такие два крючочка есть, они цепляются, и вот кошечка ложится, и ей тепло, хорошо, и выглядит это достаточно прилично, и батарея у вас будет в нормальном состоянии. То есть вот рекомендую. Пожалуйста, приходите, приобретайте. Ну вот еще обратите внимание, здесь вот, если нету возможности у вас провести вот такой вот большой игровой комплекс, то я нашел вот здесь вот такую вот маленькую картеточечку такую, тоже мини-игровой комплекс. Он сразу же идет, к нему прикрепляется вот такой вот мячик, с которым кошка может играть. Но самое, что интересно, вот здесь вот внизу идет комплект, я так понимаю, что это, Андрей, это кошачья мята, да, травочка здесь? Да. То есть идет здесь в комплекте кошачья мята, то есть вы завариваете, обрабатываете свой комплекс, и у вас кошечка начинает точить копки именно вот об эту штуку, а не об вашу мёдь. Еще не могу не сказать, вот я сейчас проходил по магазину, давно искал, во многих магазинах, собственно говоря, спрашивал. Вот такая штука. Это самая подающаяся кормушка, то есть вот сюда вы насыпаете корм, если вам нужно куда-то уехать, там на выходные, и вы не боитесь оставить кошку, то что ей нечего будет кушать, то здесь вот в магазине продаются тоже различные цветовые решения, вот такие вот самоподающиеся кормушки. Кошка – это не собака, она может регулировать свое питание, то есть обжираться не будет. Поэтому на выходные дни, когда вы насыпите корм, он будет постепенно, по мере того, как из чашки будет корм съедаться, из вот этой емкости, из этого бункера, будет подаваться у нас сухой корм. Так что приходите, я смотрю, цены здесь демократичные, приобретайте. И не забывайте о том, что ваше животное, то бишь кошка, это хоть и у нее название «домашняя кошка», она в душе все равно остается свободной. Поэтому вы должны создать ей вот те условия, для того, чтобы она чувствовала себя комфортно и психологически свободно. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами была образовательная программа «Система магазинов Планеты Зоу» города Кемерово. Канал «Я и мой хост», и я автор и ведущий Олег. Спасибо. Друзья мои, я уже собирался уходить, но здесь вот продавцы меня натолкнули. Я, кстати, вариант такой рассматривал, уже давно искал, думал об этом, что нужно рассказать. Но нигде не видел ни в одном зоомагазине вот такой вот именно когтеточки. Это очень крутая когтеточка, которая пользуется успехом у ваших домашних любимцев. Если вы даже посредством всевозможных умных спреев не можете приучить животное, посредством этой когтеточки у вас 100% получится этот вариант. Смотрите, вот она. Вот она, эта когтеточка. Она всевозможных форм есть. В чем суть этой когтеточки? Это картон. Знаете, как панели делают самолетов легкие такие? То есть это текстурированный такой картон. И вот в эти ячейки, которые вы сейчас видите, я вот пальцем показываю, вот эти вот ячейки, засыпается вот эта вот кошачья мята, которая привлекает животное. И, ну, видимо, вот сам процесс, когда она начинает точить когаточки об этом, во-первых, она не цепляется когтем, вот как за ткань, да, вот когда начинает она, например, цепляться за ниточки, все-таки это неприятный момент. Здесь когаточек не зацепляется, она начинает прорывать этот текстурированный картон. И видно звук, сама вот эта вот штука к кошку притягивает. Поэтому обратите внимание, форма, она различная, продается здесь в магазине. Я вам показываю сейчас вот одну, чтобы не занимать ваше время. Если вы не можете свое животное приучить посредством, ну, уже все испытали, да, и у вас такой вот случай тяжелый, приходите, приобретайте вот такую вот когтеточку, и у вас 100% это все получится. Спасибо. Спасибо.